Главные секреты СМЕРШа Кому поручали столь важную для безопасности государства работу? Название советской военной контрразведки, произошедшей от фразы «Смерть шпиону», известно всем, на самом деле существовал не один, а несколько разных СМЕРШей, в армии, на флоте и в НКВД. Кому же поручали столь важную для безопасности государства работу? С момента создания нового органа весной 1943 года кадровую основу Главного управления контрразведки НКО СМЕРШ составили чекисты управления особых отделов НКВД СССР. Управление СМЕРШ Народного комиссариата ВМФ было сформировано из морского отдела НКВД. Необходимые контрразведки специалисты доставались без особых проблем, методом простого реорганизационного перевода тех или иных подразделений. Так, например, произошло с отделением радиоигр, которым руководил капитан Владимир Барышников. Из центрального аппарата территориальных органов контрразведки большинство сотрудников этого отделения были зачислены в ГУК НКО СМЕРШ. На новом месте работы бывшие чекисты продолжили радиоигры с помощью захваченной у вражеских агентов аппаратуры. Штат СМЕРШа при каждой армейской дивизии состоял примерно из 20 человек. До образования СМЕРШ особые отделы входили в состав НКВД и их сотрудники соответственно являлись сотрудниками органов внутренних дел, а не армейскими офицерами, пишет бывший начальник одного из отделений ОКО СМЕРШ Леонид Иванов, отмечая при этом, что реорганизация улучшила взаимодействие контрразведчиков с военными руководителями. Впрочем, оперативные кадры СМЕРШа состояли не только из чекистов, но и из хорошо зарекомендовавших себя фронтовиков, многие из которых воевали с июня 1941 года. Поиском соответствующих кандидатур занимался отдел кадров, причем отбор, согласно постановлению Госкомитета обороны ввелся из числа командно-начальствующего и политического состава Красной Армии. Речь шла в том числе о младшем командном составе. Кроме действующих сотрудников, в СМЕРШе имелся постоянный резерв кадров, откуда брали пополнение. Есть также свидетельства, что на службу в управление привлекались гражданские юристы. Контрразведчики проходили учебу в спецшколах Москва-Ташкент, Хабаровск и на курсах Новосибирск-Свердловск при ГУК-СМЕРШ, срок обучения составлял от 4 до 9 месяцев. Представление о том, по каким критериям отбирались кандидаты для особых отделов, можно получить, например, из тех требований, которые предъявлялись к курсантам высшей школы контрразведки ВМФ. Смотрите дальше, дальше будет интересней, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно включите уведомления. Возраст будущих СМЕРШевцев составлял от 20 до 35 лет, зачисляемый должен был состоять в коммунистической партии или быть кандидатом в нее. В качестве исключения принимали комсомольцев. Состояние здоровья контрразведчиков должно было позволять заниматься оперативной работой. Что касается органов СМЕРШ НКВД, то здесь большая часть оперативных сотрудников состояла из бывших рядовых и сержантов пограничных и внутренних войск НКВД, предпочтение отдавалось тем из них, кто уже имел опыт оперативно-розыскной работы. Внешне сотрудники СМЕРШи никак не отличались от других бойцов тех подразделений, которые они обслуживали. Высокую степень их боевой подготовки подтверждает тот факт, что нередко контрразведчики вступали в бой с противником, принимали командование отрядами и погибали от вражеских пуль. Четверо СМЕРШевцев получили звание Героев Советского Союза посмертно. Речь идет о старшем лейтенанте Петре Житкове и лейтенантах Григории Кравцое, Михаиле Крыгине, Василии Чеботареве. Примечательно, что все они начинали войну в качестве обыкновенных красноармейцев, а не сотрудников НКВД, значительную часть оперативных агентов СМЕРШа составляли бывшие агенты Афбера, либо явившиеся с повинной в советские органы, либо перевербованные в ходе оперативной работы. Без таких людей было не обойтись, поскольку они владели уникальной информацией о противнике. Например, 50 из 345 контрразведчиков, заброшенных в тыл вермахта осенью 1943-го, весной 1944-го года были именно бывшими немецкими агентами. СМЕРШевцы внедрялись в разведорганы противника, разлагая их изнутри и снабжая немцев дезинформирующими сведениями. Вместе с тем СМЕРШ выполнял функцию тайной полиции в войсках, в каждом соединении имелся свой особист, который вел дела на солдат и офицеров, имеющих проблемные биографии, и вербовал агентуру. Для контроля над инакомыслием СМЕРШ создал и поддерживал целую систему слежки за гражданами в тылу и на фронте. Вопреки распространенному мнению, органы СМЕРШ не могли приговорить кого-либо к тюремному заключению или расстрелу, так как не являлись судебными органами, поэтому задержанные допрашивались и расстреливались во внесудебном порядке без каких-либо формальностей, по законам военного времени. Поскольку эти расправы над населением не протоколировались и нигде не учитывались, точное количество изменников Родины, расстрелянных без суда и следствия, остается неизвестным, советская контрразведка не знала жалости. Но в тех жесточайших условиях противостояния с хитрым и безжалостным врагом, по-другому было нельзя, иначе бы никогда не пришел день Великой Победы.